Друзья, всем доброе утро! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале. Вы на канале с клиническим психологом и на канале с биохакером. Друзья, сегодня с вами обсуждаем тему гормонального сбоя и состояния, грубо говоря, вашего психологического. У меня в консультациях очень много женщин, которые пришли с приливами, с менопаузой, с ранней аминореей, и мужчин, у которых проблемы с тестостероном и другими мужскими половыми гормонами. Как связана, грубо говоря, ваша психика и ваше состояние? Это напрямую две взаимосвязанные вещи. Но что первое, курица или яйцо, здесь не всегда понятно. Но важно разобрать два момента. Это то, что влияет на постоянной основе, на сбой, триггеры на работе, на прогулке. То, что вызывает у вас симптомы непереносимости. У кого-то непереносимость сильных интенсивных нагрузок на воздухе. Например, многие люди считают, что если у них упали гормоны, снизились гормоны, то им нужно заниматься физкультурой. И вместо привычной какой-то ходьбы, прогулки, наслаждения, человек начинает по 13 километров выбегивать, вышагивать. И тем самым сбивать кортизол свой. Это приводит к ухудшению состояния и психологического, и физиологического. Поехали дальше. Для того, чтобы разобраться, что происходит с вашими гормонами, вам необходимо их будет сдать и увидеть. Но, как я сказала, обнаружить анализы, это не значит вылечиться. Надо на ежедневной, рутинной основе отследить то, что приводит вас к непонятной ажиотации внутри. Это неправильное питание, да или нет. Самому себе ответить. Это ли недостаточное количество секса? Об этом мало говорят. Но на самом деле женщины и мужчины, которые на регулярной основе занимаются сексом со своим партнером, тем самым увеличивают продолжение жизни и гоняют кровь в лимфатическую систему и приводят себя в нужный тонус. Также, друзья, об этом, кстати, стыдятся, почему-то говорить. Но я вам скажу, что это работает. Но при условии взаимности и любви. Это очень важно. Дальше гормоны снижаются также ввиду того, что вы проживаете в каком-то стрессовом для вас климате, либо в какой-то стрессовой для вас ситуации. Например, человек, у которого непереносимость домашних животных, рыбок каких-то живет, потому что дома жена так захотела. Это бред, который вызывает дополнительную агрессию, дополнительный стресс, дополнительную тревогу. У кого-то астматический приступ, тем самым опять поднимает гормон стресса и снижает потом половые гормоны. Причин миллион. Иногда это не связанные причины, но они влияют. Первое, на что вам нужно обратить внимание, это сходить к психотерапевту, психологу, тренеру и разобрать те ситуации, в которых вы перевозбуждаетесь. Перевозбуждаетесь. А что значит перевозбуждение? Это непрерывная трата энергии, которая, возможно, ниоткуда не возьмется и никуда не денется. И поэтому, для того, чтобы, друзья, вы в течение дня себя чувствовали хорошо, вам нужно разобрать, что триггерит, где триггерит и изменить. Очень часто люди говорят, я знаю, я понимаю. Нет, пока вы в своем домике живете, в своем состоянии, вы не можете управлять миром. С вами может разобрать другой человек, который видит другими глазами. И да, он вам поможет. Гормоны и стресс. Как только вы не доспали, переели, были долго голодными, пили психоактивные вещества, кофе, тонизирующие напитки и не давали клеткам восстановиться, у вас, опять же таки, падают, снижаются гормональный цикл. И, друзья, почему он еще снижается? Вирусные заболевания и также, друзья, снижаются моменты того, что вы не понимаете, что вы не получаете на постоянной основе нужных для строительства ваших гормонов, микроэлементов. И не все заботятся супер о питании, в котором сейчас можно найти 5-6%, а остальное нужно получать нутриативно. И об этом я говорю как биохакер уже достаточно давно. То есть клинический психолог я как 10 лет, а биохакер как около 2, ну чуть больше лет. Что это значит? Люди, которые у меня в консультации обращаются часто по разным вопросам, но сводятся всегда к одному. Это биохакинг и проработка личности клиента. Что это значит? Это значит, что у каждого свои триггеры, которые влияют на гормональную систему. У кого-то это окружающий мир, а у кого-то это внутренние моменты, которые запускают все, что не срабатывает. Также, друзья, для того, чтобы у вас нормализовалось состояние, связанное с гормонами, вам очень важно определиться в жизни, куда, для чего, почему и как. Без этого будет очень-очень тяжело. Друзья, снова с вами я, Алена, вы на моем канале, вы на канале с клиническим психологом, вы на канале с биохакером. Я вас люблю, обнимаю, целую и желаю вам хорошего состояния и качественного восстановления в любом месте, где вы сейчас находитесь. Если хотите еще в консультацию, пишите под этим видео.